Должно ли искусство быть аполитичным? Сегодня поговорим о российских музыкантах, которые считают, что нет, не должно, и смело высказывают свою позицию. Иногда словом, иногда делом. Лидер группы Чаев Владимир Шахрин пожаловался на травлю в соцсетях из-за выступления на фестивале Шашлык Лайф 3 августа в парке Горького. По мнению оппозиционно настроенных граждан, концерт был устроен московскими властями для отвлечения внимания от проходившей в тот день несанкционированной акции протеста. Шахрин стойко выдерживает критику. Так, во время майских событий в Екатеринбурге, где жители выступили против строительства храма, лидер Чаев стал по другую сторону баррикад. По словам Рокера, он защищает своих ровесников, которые не хотят связываться с протестующим молодняком. Вот за этих людей, за взрослых, за моих ровесников, кому 30, кому 50, 60 лет, они тоже горожане, но за них-то кто-то должен сказать какое-то слово. Я, ну, ухитрял в эту историю. Хотя я человек сам, не крещённый, не православный, я вообще ни в какой храм не хожу. Я почти это и с тем людям, кто за этот храм, просто некогда, у них нет ни времени, ни силы водить там хороводы. Музыкант тогда отметил. Он в курсе, что его обвиняют в продажности, но его больше волнует отношение к нему своих детей и внуков. В своём хите «Ой-ё» артист жалуется на то, что его никто не услышит. Но в жизни, как оказывается, всё по-другому. Услышали и отреагировали. Андрей Макаревич оппозиционер, можно сказать, с большим стажем. По его утверждению, ещё в 70-х у него сформировалось негативное отношение к советской политической системе. В его песнях «Марионетки», «Поворот» многие поклонники видели протест. После событий 2014 года «Машина времени» выступила в украинском Светогорске. За это в России музыканты тут же обвинили в поддержке киевских властей. На одном из концертов «Машины» активист «Другой России» Олег Миронов, который помогал ополченцам Донбасса, распылил баллончик с газом, скандируя «Макаревич, предатель Родины». Позже за это Миронову дали три года колонии строгого режима. Макаревич тогда признался, что из-за развернувшейся травли звонков с приглашениями на корпоративы стало намного меньше. В 400 раз. В том же 2014 году музыкант даже написал открытое письмо Владимиру Путину с просьбой помочь в прекращении травли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ предположил, что всё это общественная реакция, и глава государства здесь помочь не в силах. 12 июня 2019 года в День России «Машина времени» должна была выступить на Красной площади. Но незадолго до концерта Макаревич заявил, что выступление отменили. Музыкант углядел в этом кремлёвский след. Кстати, была такая шутка в 90-х. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Спел Макаревич и пошёл рекламировать кетчуп «Анкл Бэнс». Но сейчас Макар всё-таки более принципиальный. За это мы его и уважаем. Рэпер и бизнесмен Тимоти всегда позиционировал себя как ярого патриота. Друг Рамзана Кадырова – доверенное лицо Владимира Путина. В числе моих доверенных листов тоже рэперы были. Тимоти, ну а как же. Его лейбл «Блэк Стар» даже сделал совместную коллекцию одежды с сетью магазинов «Армия Россия». На премьерном модном показе рэпер подарил министру обороны Сергею Шойгу эксклюзивную куртку. В общем, по всем параметрам Тимоти – главный патриот отечественного шоу-бизнеса. В песнях урождённый Тимур Юнусов следует той же линии. Самый показательный пример – это песня «Мой лучший друг Владимир Путин». Не убавить, не прибавить. Музыкант, поэт, актёр, художник, общественный деятель и страстный любитель задавать неудобные вопросы политикам. Мы можем поговорить на любую тему, связанную с нашим сегодняшней темой. А можно и... Можно, да? Да. Просто мне был позавчера звонок, и меня ваш помощник, наверное, какой-то, я не помню его имени, попросил не задавать вам острых вопросов политических и разных. Это как вас зовут? Юра Шевчук, да. Юра, это провокация. Провокация, по-моему. Мой помощник не мог вам позвонить по этому поводу. Ну, не ваш помощник, ну, кто-то. Ну, какой-то чудак, да. Уже не скучно. У меня есть вопросы, честно говоря, и давно накопилось, и пользуясь случаем. Хочу сказать большое спасибо всем, кто здесь собрался, потому что вы видите перед собой, может быть, зачатки настоящего гражданского общества, о котором вы говорите, и нам оно снится, да, это общество. И что я хочу сказать? У меня несколько вопросов просто. Первое, свобода, слово так, то есть свобода прессы, свобода информации, потому что то, что сейчас творится в стране, это, скорее, сословная страна, тысячелетняя такая. Есть князь, князей и бояр, да, с мигалками, есть тяглый народ, и пропасть огромная. Шевчук последовательно выступает в оппозиции к власти. Более того, он даже участвовал в марше несогласных, и во время той беседы как раз и спрашивал Владимира Путина, тогда премьер-министра, будет ли разгоняться следующий марш. Во время чеченской кампании в 95-м году лидер ДДТ приехал в республику. Встречи с солдатами и выступления перед ними с концертами. Видеокадры, сделанные Шевчуком в Чечне, вошли в трагическую летопись тех лет. Он просит солдат представиться и назвать свой родной город. Из 20 парней с той пленки выжил только один. Спустя годы Шевчук встретился с ним. Алиса Вокс в 12-м году успешно прошла кастинг в группировку «Ленинград». В 16-м в составе коллектива Сергея Шнурова она исполнила хит-экспонат, после чего стала знаменитой. Вскоре барышня объявила об уходе из Ленинграда. Разрыв был скандальным. Шнур назвал Вокс певичкой. Она в ответ заявила, музыкант просто не был готов к тому, что его проект кто-то может покинуть добровольно. Алиса начала сольную карьеру, причем сразу же с острополитической темы. В песне «Малыш» Алиса критиковала молодежь, участвующую в протестных акциях. СМИ утверждали, что за съемку этого клипа Вокс получила 2 миллиона рублей от партии «Единая Россия». После порции негатива в интернете Алиса сообщила, что песня была не про политику и вообще она хочет отдохнуть от вот этого вот всего. И пропала. Но из МС, рэпер, в творчестве которого протест против олигархии и российской коррупции – обычное дело. Музыканта не раз и не два задерживала полиция за оскорбления как в интернете, так и со сцены. В 2010 году ему даже пришлось отсидеть в Волгограде 10 суток. Но этот инцидент не умерил пыла артиста. Он остался таким же острым на язык. Следующий околополитический скандал с участием Нойза разгорелся в 2014 году. Тогда во время своего выступления во Львове певец размахил украинским флагом. Казалось бы, невинный жест, но отечественные ура-патриоты тут же объявили Ивана предателем и изменником Родины. Позже музыкант признался, что из-за травли даже стал задумываться об эмиграции. Не смог пройти Нойза против нынешних акций протеста. Он уже отметился саркастическим куплетом про ОМОНовцев. Протестные взгляды старшего товарища разделяет и звезда нового поколения Лиза Монеточка. Вместе они записали антимилитаристский трек «Люди с автоматами». Желаю вам мира в мире! Слушайте хорошую музыку! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА